На территории Артёмовского городского округа проживают в дружбе и согласии представители разных национальностей. На сегодня артёмовцы получили ещё один опыт дружбы народов с представителями Китайской Народной Республики. Гости из КНР почтили своим визитом Артёмовский машиностроительный завод «Винпром» с целью дальнейшего сотрудничества, а китайские студенты в рамках культурной связи между Уральским государственным горным университетом и шахтёрским посёлком побывали на экскурсии в посёлке Бланаш Артёмовского городского округа для знакомства с его историческим наследием. Надо сказать, в будущем артёмовцы гостей из Дружественной Республики будут принимать намного чаще. Протокол о намерениях по развитию дружественных отношений сотрудничества между Свердловской областью и китайской провинцией Хэйлу Дзян подписали губернатор Евгений Куйвышев и губернатор провинции Лу Хао. Подписание состоялось в рамках проведения второго российско-китайского экспо в Харбине. «Мы стремимся обеспечить расширение наших связей с регионами России и переходить от приграничного сотрудничества к сотрудничеству с теми субъектами, которые находятся в центральной части страны. Сегодня географические расстояния не являются преградой для установления торгово-экономических связей. Уже очень много представителей бизнеса нашей провинции работают в Свердловской области, в Екатеринбурге. Я уверен, что перспективы укрепления взаимовыгодного сотрудничества у нас есть. «Я поручил департаменту коммерции более глубоко изучить все возможности, в том числе по инвестициям в область. Отмечу, что наша провинция сегодня инвестирует в Россию около 2,5 миллиарда долларов», – сказал губернатор Лу Хао. В дальнейшем предполагается документально оформить соглашение развития торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между регионами, подкрепив его конкретным планом мероприятий. Лу Хао пообещал Евгению Куевышеву лично посетить Свердловскую область, чтобы лучше познакомиться с регионом и определить наиболее перспективные направления для развития торгово-экономических и культурных связей. Мы уверены в том, что сегодняшняя встреча, участие в бизнес-миссиях и в бизнес-переговорах в рамках второго экспорта, и очень активно предприниматели из провинции Хайлудзян принимают участие в направлении, позволит выработать более предметную политику реализации проектов в сфере экономики, культуры и искусства. Губернатор Евгений Куевышев отметил, что для развития взаимодействия с Китаем уже создана рабочая группа, которая займется разработкой дорожных карт по всем направлениям взаимодействия. Наиболее крупный проект, который в настоящее время реализуется совместно с провинцией Хайлудзян – это создание бизнес-парка в Екатеринбурге.